Я открываю книгу под названием Иван, Олег, на предстоящем чемпионате вы будете выступать против Антона Дерябина и Славы Нискубина. Поскольку вы лишились поддержки Михаила Вахнеева, каковы ваши шансы на успех, как вы считаете? И какова будет стратегия вашей борьбы? Вахнеев? На какой баню Вахнеев? Позволь, я тебе объясню. Громов и Лешин – самая доминирующая команда за всю историю рестлинга в России. И каждый раз, когда мы отстаивали наши чемпионские пояса, нам не нужна была ничья помощь. И этот случай не исключение. Что касается вас, Дерябина, Нискубина. Да посмотрите на себя, студенты. У вас молоко на кумбах еще не обсохло, а вы нас учите жизни. Так вот я вам скажу одно. В этот раз вы не отберете у нас чемпионские пояса. И я вам даю гарантию. А гарантия тому – наш опыт и сила! Я думаю, многие из вас знают, что финальный матч командного турнира НФР был прерван многоуважаемым господином Вахнеевым. Так вот, я предлагаю довести его до своего логического завершения. И поэтому я обращаюсь к вам, нынешние чемпионы – Олег Лешин и Иван Громов. Вы так удобно полгода пользовались Вахнеевым, который каждый раз помогал находить вам предлоги, лишь бы только вы, не дай бог, не расстались со своими чемпионскими поясами. Ну так вот, поскольку теперь я ваш новый генеральный менеджер, все изменилось. Я собираюсь восстановить справедливость. И вот как я это сделаю. Насколько я помню, Антон Дерябин и Слава Нискубин были в полушаге от победы, проведя Ивану Громову 3D. И именно в этот момент Вахнеев остановил матч. Поэтому третий и финальный матч командного турнира 2009 года будет начинаться именно с того момента, когда Антон Дерябин и Слава Нискубин проводят Ивану Громову 3D. А дальше? Как пойдет. Удачи чемпиону. Да, дорогие друзья, таких условий для начала матча, да тем более за пояса чемпиона в партных боях, у нас в федерации еще не было. Вика Каменцева отдает распоряжение, чтобы в самом начале боя, а точнее, чтобы бой начался с того, что Антон Дерябин и Слава Нискубин проведут Ивану Громову 3D. И тогда мы посмотрим, сможет ли он пережить этот прием и продолжить отстаивать свой чемпионский пояс в партных боях. Итак, 3D. Выход на удержание. Но нет! Иван Громов не был бы чемпионом, если бы он не мог выстоять после этого приема. Конечно, ему на пользу пошло то, что все-таки он еще достаточно свеж, матч только начался. Но смотрите, борцы просто по очереди пытаются проводить друг другу одни из наиболее своих мощных приемов. Антон Дерябин запускает Олега Лешина и проводит ему карусель удачи. Иван Громов тут же встает, чтобы не дать удержать своего напарника F5. Финишер Ивана Громова в адрес Антона Дерябина. Сможет ли Слава сделать гарпун? Разбег! Но смотрите, оба вылетают через верхний канат за ринг. Иван Громов и Слава Нискубин за рингом, а Антон Дерябин и Олег Лешин на ринге. И Антон Дерябин прессует локтями Олега Лешина. Редкий реверс через голову, к сожалению, промах и удар локтем сверху вниз. Антон Дерябин вынужден смениться на Славу Нискубина. Слава Нискубин пытается обмениваться ударами с Иваном Громовым. Конечно, Иван Громов несколько мощнее, и у него они более удаются. Тем не менее, посредством санксов флипа Слава Нискубин пытается выйти на удержание. Снова попадает на шлагбаум от Ивана Громова. Цепкий слипер-холл проводит Иван Громов Славе Нискубину. Очень в незавидном положении находится Слава, и в довершении всего он ударяет его лбом на вовремя выставленную ногу Олега Лешина. Бомба от Олега Лешина! Несмотря ни на что, Слава Нискубин продолжает сопротивляться. Отличный belly-to-belly суплекс, в котором Слава Нискубин сильно ударяется об ринг затылком, а Олег Лешин демонстрирует свою силу. Антон Дерябин приходит на помощь своему напарнику, чтобы спасти этот матч от очередного поражения. Ведь им так не хочется, так не хочется проигрывать, потому что это фактически их последний шанс побороться за пояса чемпионов федерации в парных боях. Вот уже двойная атака на Славу Нискубина, но смотрите, как он ловат. Он закручивает Ивана Громова, направляя его головой прямо в корпус своего напарника. И свежий Антон Дерябин пришел, чтобы переломить ход этого поединка. Суплекс Ивану Громову. И неужели еще одна грузель удачи? Но нет, вместо этого передний обратный бросок. И Иван Громов хватает Антона Дерябина за поясной ремень, выкидывает его за ринг и сам отправляется туда же, чтобы примять претендента. Ну а Слава Нискубин никогда не заставлял себя дважды упрашивать в таких случаях. И тут же, не давая опомниться Ивану Громову, Слава пытается. Но смотрите, этот обмен ударами нарушен самодержным броском Олега Лешина и Антон Дерябин, уже приминая всех троих, тоже улетает за ринг. Да, абсолютно не жалеют себя борцы в этом матче за пояса чемпионов в парных боях на специальной опасной зоне. Антон Дерябин отходит Олега Лешина подальше от ринга. Видимо, чтобы не дать ему снова помешать, Славе Нискубин справится с Иваном Громовым. Настолько доверяет он своему напарнику. А Иван Громов тем временем перехватывает инициативу и направляет Славу Нискубину в пол прямо в железный угловой столбрин. Антон Дерябин не выпускает инициативу из своих рук. И смотрите, наконец-то успешная атака. Слава Нискубин дропкиком сносит за рингом Ивана Громова. Так, Слава Нискубин возвращается на ринг. Но что это? В руках у Ивана Громова оказывается стул. К счастью, для Славы Нискубина промах. Но смотрите. Вот это трюк. Судья думает, что Слава Нискубин только что огрел Ивана Громова стулом прямо по голове. Да, вот такой грязный и подлый трюк снова не дает Славе Нискубину и Антону Дерябину собрать себе чемпионские пояса в парных боях. Такого явно никто не ожидал.